В СОЖГОРЕ в непосредственной близости от сибириязвенного скотомогильника ведутся работы по добыче песка. По закону, разработка грунта в санитарной зоне захоронения больных животных запрещена. Сегодня на месте побывали представители правоохранительных и надзорных органов и глава республики. Подробности в следующем материале. Мы проводили рейд, видно работы буквально. Машина выезжала, полиция фиксировала. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Карелии Алексей Павлов рассказывает, что Министерство обороны сдало участок рядом с Соложгурским кладбищем в аренду. По договору, питерская компания Development Group намерена построить здесь банно-ресторанный комплекс, однако на деле добывает песок. Ущерб недрам оценен в 10 миллионов рублей. По данному факту, управлением Роспроводнадзора проводятся административные расследования, подготовленные обращения, исковое заявление в суд, назначено рассмотрение о приостановлении деятельности. Инициирована проверка с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса. Официально недропользование здесь запрещено, но лицензия, соответственно, не выдавалась. Недропользователя здесь, по сути дела, нет. Право недропользования не выдавалось. Природоохранная прокуратура направила в суд материалы для приостановления деятельности компании на 90 суток, поскольку работы в санитарной зоне скотомогильника, где захоронены животные и больные сибирской язвой, противоречат требованиям законодательства. По закону, санитарная зона составляет тысячу метров, а рабочие приблизились к захоронению на 400. Первое упоминание о сулажгорском скотомогильнике относится к 1955 году. Споры сибирской язвы могут сохраняться в земле десятилетиями. Специалисты не исключают их опасность для животных и человека. Споры могут находиться и в песке, который здесь добывают, а потом, возможно, продают на стройке и дачникам. 31 августа станет известно решение суда. Глава Карелии Артур Парфенчиков, в свою очередь, намерен обратиться к военному прокурору с просьбой расторгнуть договор об аренде участка между Минобороны и коммерсантами.